Во имя Отца и Сына и Святаго Духа, дорогие отцы, братья и сестры, сегодня особая служба, которая называется «Навечерие» либо «Богоявление Господня». Это богослужение очень похоже на то, которое мы служили в сочельник Рождества Господня. Тоже начинается с царских часов, вечерние, литургия Василия Великого. Почему же так? Да потому что до V века Рождество Господня и Крещение торжественно праздновалось в один день. После V века эти два праздника разделили. Но сочельник сохранился и в том, и в другом случае. «Навечерие» означает преддверие праздника. А сочельником этот день называется, потому что по традиции церкви в этот день готовился особый взвар из пшеницы, меда, который называется сочевом. Праздник Богоявления, праздник Крещения Господня, он особый для каждого из нас. В этот праздник на богослужении читается удивительное Евангелие от Луки, в котором повествуется нам о том, что Господь призывает Иоанна Претечу к проповеди покаяния. Иоанн Претеча, выйдя к берегам Иордана, возвышает свой голос. Он ангел, вопиющий в пустыне. Он уготовляет пути народ ко Господу. К нему приходят разные люди на проповедь. Это и фарисеи, и садуки, и огромное количество людей. Это и мытари, и воины, и простые люди. К каждому из них обращены его слова покаяния. Что же такое покаяние? Мы много раз с вами об этом говорили. Покаяние – это не только осознание собственной греховности, тех поступков, которые несообразны жизни верующего во Господа человека, но и желание полностью исправиться и больше никогда не совершать этих поступков, которые нарушают волю Божию, которая называется грехом, беззаконием. Садуки и фарисеи, которые присутствовали во время проповеди Иоанна Претечия, были уверены в том, что они намного лучше знают слова Священного Писания и уж точно наследуют Царствие Божие. Но те, которые спрашивали, что же нам делать, Иоанн Претечия в первую очередь говорил о милостыне. «Если ты имеешь две одежды, то одну одежду лишнюю отдай нуждающемуся или хотя бы одолжи ее для того, чтобы человек другой согрелся». Мы тари, когда спросили, что же нам делать, чтобы покаяться, и он Претечия не стал их призывать к тому, чтобы они оставили свое служение, свою ответственность перед государством, взымать налоги. Но он сказал о том, что лишнего не брать. Матари – это люди, которые были призваны Римской империи, которая владычествовала на территории тогдашней Палестины, израильского народа, и, к сожалению, своему злоупотребляли своим положением и взымали больше денежных средств, больше налогов, нежели требовала от них власть. Это было известно, и поэтому Матарей очень не любил народ, из которых, по сути, Матарей вышли. Это были соплеменниками израильского народа. Когда же обратились воины с просьбой о совете, что же им делать, Иоанн Претеча сказал «Никого не обижайте, не клевещите и довольствуйтесь своим жалованием». Очень интересно, и, может быть, кому-то покажутся странные слова. Воины. А что значит не обижать? Ведь воины призваны защищать и даже во время войны убивать. Что значит не обижать? Они же воины. Но этот призыв был адресован к мирному населению, не во время войны, когда воин действительно призван даже до смерти стоять на защите. Но эти слова обращены к мирному населению в мирное время, чтобы воин понимал, против кого он поднимает оружие, против кого он идет. Что значит не клевещите? То, что воин обладает особой властью, и он для достижения собственных благ, собственного особого положения, роста карьерного, может кого-то клеветать среди народа или среди тех сослуживцев, с которым несет службу. Поэтому Иоанн Претеча особым вниманием указывает и на эту проблему, которая была выпиющей среди военнослужащих, и не только. Они клеветали для достижения благополучия и роста карьерного. Третий совет Иоанна Претеча к воинам был довольствоваться тем жалованием, которое платят им. Ибо в любом случае не только воины, но и любой работник, тот человек, который недовольствуется тем, чем имеет, будет пренебрегать всем для достижения большего благополучия. Он будет убивать, он будет красть, он будет клеветать. Для него нету ничего святого, ни родственников, ни близких, ни друзей. У него единый Бог. Это его личное благополучие. Он просто наемник. И вот, чтобы не быть таким наемником, нужно всегда быть довольным тем положением и теми благами, которые сейчас, в данный момент, Господь дарует каждому из людей. Это не значит, что мы не можем развиваться. Это не значит, что мы не можем достигать все новых и новых успехов, но все это должно быть сообразно воле Божией, его милосердию, его любви и в рамках заповедей Священного Писания. Для тех людей, которые не услышат призыв Иоанна Претечи, он говорит страшные слова, что секира уже при корне дерева, и то дерево, которое не приносит доброго плода, будет срезано и ввержено в огонь. Всем нам понятно поучительное слово Иоанна Претечи. Если мы не приносим доброго плода, если вера наша бездела мертвая, то наше дерево, то есть мы сами, будем ввержены в гиену огненную и никоим образом даже не имеем надежды ко спасению. Поэтому нужно спешить делать добрые дела, помимо той веры, которая в нашем сердце направлена ко Господу. Дела милосердия, дела любви к ближним. Сегодня после богослужения будет освящаться вода особым чином. Она называется вода, называется Великой Агиасмой, то есть водой крещенской. И сегодня, и завтра вода освящается одним чином, поэтому она имеет одинаковую силу и одинаковую благодать Божию. Каждый верующий и христианин должен иметь эту воду дома у себя в течение всего года. По традиции мы потребляем эту воду натощак после молитвы с кусочком просфоры. Вода у нас хранится на особом почетном месте, где и другие святыни ближе к святому углу, ближе к тому домашнему иконостасу, которые у нас находятся, со всяким благоговением и вниманием. Если человек, конечно же, болеет или на него нападают нечистые духи, то вода употребляется в любое время, которое он хочет. И даже не натощак. этой водой по традиции сегодня и завтра мы окропляем свое жилище, окропляем тот участок, на котором стоит наш дом. Мы сами умываемся этой святой водой, и она несет в себе особую благодать и целебные свойства для нас с вами. Поэтому по вере нашей будет нам со всякой верой и тщанием будем принимать эту святыню и благодарить Бога, что мы имеем ее. Также святая вода имеет особые свойства. Если она у нас заканчивается, то мы можем добавить еще и простой воды и знаем, что святая вода освящает последнюю и последняя становится такой же силой благодати, как и крещенская. Поэтому не надо брать огромные баклажки святой воды, нести, пыхтеть, болеть после этого. Возьмите немножко, а дома сколько угодно разбавьте, и у вас будет очень много святой воды, крещенской воды. Давайте, дорогие, братья, сестры, сегодня услышим призыв Иоанна Претечи о покаянии. Исправим свои пути, сделаем прямые стези и ко Господу придем без всякой тени греха, уповая на его милосердие и любовь к нам. Аминь. Спасибо. Продолжение следует... Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Егорова